Добрый день, уважаемые посетители информационного портала улправда.ру. Я Диана Ковелла, это программа «100 вопросов», и сегодня мы в гостях у министра физической культуры и спорта Ульяновской области Владимира Лазарева. Владимир Николаевич, здравствуйте. Я задам вам 100 вопросов, ответы на которые могут быть как развернутыми, так и односложными. Вы готовы? Готов. Говорят, в одну реку нельзя войти дважды. Вы уже в третий раз стали у руля спортивной отрасли. Это показательно. Скажите, чем вы руководствовались, принимая решение возглавить министерство? Ну, я просто не мог отказать Сергею Ивановичу и смело вступил третий раз в реку, чтобы быть в одной команде с нашим руководителем. Вы уже освоились в должности министра? Ну, я, как говорится, сейчас опять вхожу, потому что я до этого работал советником, у меня были определенные поручения, над которыми я работал. Ну, а сейчас заново вхожу в финансо-хозяйственную деятельность, потому что здесь есть своя специфика, и моя задача сейчас немного развернуть эту деятельность, чтобы вокруг меня, значит, подросла молодежь, и как в той роще, значит, произошла определенная замена кадров. Я считаю, что свою миссию я вижу так. Владимир Николаевич, почему, как вы думаете, почему перед тем, как назначили министра, общественность была так сильно обеспокоена? Ну, наверное, произошло некоторое разбалансирование, разбалансирование. И особенно это коснулось вопросов спортивных мероприятий, календарного плана. Была нарушена некая система, значит, и был нарушен контроль со стороны отдела Министерства спорта за исполнением мероприятия календарного плана. И, значит, начали возникать определенные, значит, сложности с федерациями, с тренерским составом. Потому что тренер, ведь задача Министерства, в первую очередь, создать условия для работы детской спортивной школы, тренерского состава. Потому что спорт, он и есть спорт. И вот тут нарушилось, и получилось некоторое непонимание. Стали кончаться быстро деньги на это мероприятие. И сейчас вот задача восстановить спортивный отдел в том плане, в котором он должен работать. — Владимир Николаевич, коль вы затронули тему календарного плана и федерации, я задам такой вопрос. Слышала, что разработан ряд критериев оценки эффективности работы в федерации. И на основании оценки этих критериев будет производиться финансирование федерации. Действительно ли это планируется? — Нет, это несколько не так. Критерии не должны быть. Но, значит, критерии работают, когда, ну, большое финансирование позволяет работать по критериям. — Значит, здесь при недостаточном финансировании, потому что всегда сложности. Хотя, значит, сейчас календарный план нам увеличили на 27 миллионов. То есть он сегодня очень серьезный будет в 2018 году. Но, тем не менее, это инструмент. Инструмент. Он гибкий. Это не значит, что надо отдать, скажем, ну, скажем, грек-римской борьбе, если у них одни показатели. То есть у нас 70 видов спорта, они должны развиваться, все это во взаимосвязи. И, значит, если есть какая-то экономия на каком-то виде, ее нужно направлять на тот вид спорта, у которого есть перспектива и который востребован. — Расскажите мне, как обывателю, что такое календарный план? — Календарный план, ну, это планирующий документ. То есть для отрасли физической культуры это самый главный документ. Первый документ — это календарный план спортивных массовых мероприятий Министерства спорта Российской Федерации. И под него, под него мы разрабатываем свой календарный план. Ну, взять любой вид спорта. Скажем, чемпионат России по легкой атлетике. Сначала мы должны провести чемпионат Ульяновской области, отобрать сборную команду, потом провести чемпионат Приволжского федерального округа. И только победители, значит, с Приволжского федерального округа попадут на чемпионат России. И перед этим нужно провести сборы. И вот эта цепочка, цепочка, она, значит, должна замыкаться на самом главном соревновании — чемпионат или первенство Российской Федерации. И задача, значит, Министерства — так спланировать эти мероприятия, чтобы они постепенно подводили спортсмена к главному старту. Значит, и охватывали всех, значит, спортсменов, независимо от возраста. Начиная, скажем, с 10-12 лет и кончая ветеранами. — Владимир Николаевич, спортивная общественность не раз высказывалась о том, что опыт руководства отраслью министром Сергеем Кузьминым не самый образцово-показательный. Скажите, в чем, на ваш взгляд, основные недоработки Сергея Кузьмина и какие недочеты вам предстоит исправить в первую очередь? — Я хочу сказать, что ваш вопрос несколько некорректен по отношению, значит, к моему руководителю. — Возможно. — Но здесь у каждого руководителя есть сильные и слабые стороны. — Я считаю, что мне очень много не хватает от Сергея Сергеевича в плане раскрутки показать. Мы очень много делаем, но не всегда показываем то, что, значит, делаем. Например, мне некоторые, значит, руководители говорят, вот, мало таких вот пиарных мероприятий. А я считаю, достаточно. У нас вот только что прошел день снега, скоро будет лыжня России. — И так сильная сторона пиар, а слабая? — Ну, слабые, значит, они есть у всех. Вот у меня слабые, вот в этом направлении. У Сергея Сергеевича они будут делать оценку. Ну, наверное, значит, может быть, ему несколько не хватало профильного образования. Ведь отраслевые министерства должны быть люди из отрасли. Вот. Это не только для спорта. Это и касается здравоохранения. Ведь в здравоохранение, если поставить экономиста или, значит, строителя, это же нонсенс. И также в отрасли физкультуры желательно, чтобы отрасль возглавляла специалист, который вырос и прошел все ступеньки роста именно в этой системе. Вот это, я считаю, главное для отраслевого руководителя. — Владимир Николаевич, в городе работает дирекция спортивно-массовых мероприятий. Сейчас она переименована в Улл-Конгресс. Широкая общественность иногда считала работу дирекции неэффективной. Говоря о том, что большие суммы шли не на развитие спорта, а на поддержку мероприятий. Скажите, каким вы видите развитие дирекции? — Ну, я скажу, что вот этот орган нужен для, не только для, видите, сейчас дирекция развилась в более крупную организацию. Но я считаю, что дирекция должна выполнять заказ, значит, ну, отрасли, министерства, именно в плане, когда идут социально значимые. Как чемпионат мира, чемпионат России, фестиваль, потому что такие мероприятия отвлекают, это специфика, особенно в вопросах организации, привлечения, значит, участников с разных отраслей. И артисты, и там менеджеры, и медиа-сопровождение. Поэтому это требует специальной подготовки, и здесь дирекция в этом плане как раз работает. Я не буду, значит, давать оценки, но я считаю, что дирекция свою функцию выполняла. — А что значит формулировка «я не буду давать оценку»? Это значит, что вы не всем довольны? — Ну, как говорится, вот мы сейчас... — Ну, кто, как не министр, должен дать оценку деятельности дирекции? — Я еще с ней не работал, но я думаю, ближайшие мероприятия покажут. Первые крупные мероприятия у нас будут сейчас эстафета. Вот дирекция помогала сейчас министерству и очень хорошо в организации новогоднего спортивного форума, значит, на который было около, значит, более 300, значит, человека-активы. Это федерации, это тренеры, это ветераны. И они успешно справились. Пока у меня к ним вопросов никаких нет. — Владимир Николаевич, вы свою эффективность доказали еще будучи исполнительным директором федерации тенниса. — Да, это у меня... — Тогда были всероссийские соревнования, большие победы, чемпионаты областные, перспективные воспитанники. Сейчас все развалилось. Тренеры уехали, площади сдаются в аренду. Почему? — Ну, здесь... Здесь почему вот тогда... Я ракетку подержал раз-два и на корт больше не выходил. Но, тем не менее, тем не менее, наверное, как, значит, руководитель, значит, вот этой, значит, теннисной федерации я свою роль выполнил. В каком плане? Если я, когда пришел, было два соревнования, закончил 12. Значит, то есть я сформировал календарный план. В этом календарном плане, в этой сфере были все и дети, и действующие спортсмены, и ветераны. Но, тем не менее, значит, правильно спланировав деятельность, у нас за три с половиной года команда юношей стала победителями командного перенства Российской Федерации. Это, значит, если бы сейчас это произошло, сейчас, то эти ребята бы, значит, получали губернаторскую стипендию и так далее, и так далее. То есть вот эта система, правильная система соревнований, отлаженная, она дает результат. В данном случае, вот в теннисе, значит, она дала результат победителей командного перенства Российской Федерации. И Торпищев был приятно удивлен, и все, значит, показывал, там, Санкт-Петербургу, Волгограду, Москве, Пенди, ну, там, признанным центром, как надо работать. Я слышала эту историю. Владимир Николаевич, вы чувствуете в себе силы вернуться к работе той системы? Ну, я сейчас вот, у меня только что, буквально несколько часов назад был разговор с Сергеем Ивановичем, значит, он ставил мне задачи. Я говорю, Сергей Иванович, у меня сейчас задача, я вот сейчас вижу организационные направления, сейчас вижу спортивные направления. То есть, когда вот эти два направления начнут работать, и особенно работать во взаимосвязи, тогда я буду считать, что я свою миссию выполню. Объединит это, значит, министерство, федерация, тренерское сообщество только деятельность. А деятельность, она, значит, организуется и направляется нашим календарным планом. Оно звучит казенно, но это только так. По выполнению, как мы участвуем в соревнованиях, значит, Министерство спорта Российской Федерации судят о регионе. Как мы участвуем в спортикаде школьник, как мы участвуем в спортикаде молодежи, как мы участвуем в первенстве, как мы участвуем в чемпионатах. А когда мы участвуем в чемпионатах страны и побеждаем, эти люди входят в сборные команды страны. Затем они участвуют в чемпионатах Европы, мира. Лучшие попадают в национальные сборы и участвуют в Олимпийских играх. То есть это календарный план, это лестница на Олимпийский. К высоким достижениям, высшим. Владимир Николаевич, что конкретно вы планируете сделать в ближайшее время? Ну, я говорю, как я уже сказал, значит, отладить систему управления. Конкретные шаги? Да, в аппарате. Конкретные шаги, значит, я принял сейчас на должность на это направление опытного специалиста Иванова Александра Валерьевича. Вы его видели. Спортивное дело возглавил Соболев Максим Николаевич. Он лет 8 был начальником отдела. Именно он в основном работал на комплексных мероприятиях, на спортикиадах, на спортикиадах школьников. Сейчас он возглавит, значит, у него есть склонность, значит, к аналитике. Руководитель спортивного направления, прежде всего, аналитик. Это аналитику по каждому виду ждут федерации, ждут тренеры. Потому что спортивный отдел, отдел и федерация определяют составу сборных команд Ульяновской области. Будь то юноши, будь то взрослые. То есть это вот как раз тот момент, который объединяет людей. Федерация, детско-спортивные школы, наш центр спортивной подготовки и спортивный отдел. То есть это последняя инстанция, где вот рощерком пера люди направляются на соревнования, на тренировочные мероприятия. То есть вот когда вот эта система заработает, то, я думаю, нас ждут великие дела. Вадим Николаевич, весь мир ждет чемпионат мира по футболу. Ульяновцы тоже готовились, ждали, но недавно прошла информация о том, что Ульяновск не будет логистическим пунктом. Скажите, как основывалась комиссия, выбирая города, участники? Вы знаете, значит, вот у нас, наша Ульяновская область рассматривалась как тренировочная площадка для одной из команд. И много было споров, но я считаю, что вот то, что мы сейчас делаем, а делаем мы практически вышли во вторую фазу завершения реконструкции центрального стадиона Труд, это наследие чемпионата мира 2018 года. Будут у нас жить, не будут, будут играть, не будут играть. Но наша команда «Волга», наши дети, наше население будет играть на прекрасном футбольном поле с подогревом, иметь прекрасные раздевалки, инфраструктуру. То есть это, я думаю, что вторую очередь реконструкции стадиона мы успешно выполняем. Спасибо это, значит, нашему руководству, губернатору, который принял решение. Все-таки федеральные деньги мы используем, и я думаю, что... Мы вернемся к этому вопросу. Хотела бы спросить, вы планируете поехать на чемпионат, на матчи? Ну, мне многие вопросы задают. Ну, а как же? Значит, ну, я, наверное, сейчас... Я просмотрел много крупных спортивных состязаний. Я... Ну, будет возможность, значит, наверное, в составе делегации поеду. А так я планирую посмотреть матчи, значит, по телевизору, увидишь больше, разные игры, чем, значит, потратить 2-3 дня, а в это время идут в разных городах матчи. Хотя, хотя, значит, когда находишься на стадионе, и когда вот это десятки тысяч в едином порыве встают, кричат, конечно, это захватывает, это интересно, это, ну, снимает напряжение, особенно когда команда, за которую ты болеешь, побеждает, ну, твоя команда побеждает, конечно, это здорово. Но я, честно говоря, пока об этом не задумывался. Понятно. Верите в потенциал нашей сборной? Ну, я думаю, что несколько побед мы одержим. — Владимир Николаевич, вернемся к вопросу о реконструкциях. Центральный стадион «Труд», стадион «Волга» на нижней террасе. Расскажите, какие изменения ждут стадионы? — Ну, вот я вам сказал, что, значит, мы под чемпионат мира по футболу заменили освещение, заменили там отдельные моменты на стадионе. Самое главное, мы тогда сделали очень хорошее освещение. Сейчас, во время вот то, что сейчас идет, мы практически уже сделали, подготовили футбольное поле. Оно готово. Готово основание под легкоатлетические дорожки. То, что ждут десятки, сотни, тысячи молодежи. У нас уже несколько лет нет нормального легкоатлетического стадиона. У нас появится легкоатлетическое ядро с прекрасным покрытием. И у нас будут раздевалки. Четыре раздевалки, там другая инфраструктура. Это позволит дать стадиону вторую жизнь. Но будет еще и третье. Третье, это будет реконструкция, значит, трибуна, значит, козырьки над трибунами. И благоустройство всей ближайшей территории, начиная с Гончарова, Карла Маркса и со стороны улицы Эмбельса. Ну, это перспектива. В какие сроки планируется завершение проекта? Ну, то, что проект, который был, значит, составлен под чемпионат мира, мы планируем сделать в конце мая. А если захватить еще и третью очередь? А третью очередь, я думаю, она уйдет на 30-е годы. Ну, главное, видеть свет в конце тоннеля. Конечно, конечно. Вы можете сейчас сказать, какое покрытие будет на беговой дорожке стадиона Симбирск? Да, будет покрытие, значит, будет одна из лучших российских фирм, значит, «Эластур». Фирма называется «Эластомер», «Волгоград». Они, начиная с начала, с конца 90-х годов на базе Волгоградского института физкультуры разрабатывали синтетические покрытия. И вот то покрытие, которое будет лежать на стадионе, это будет самое лучшее, которое лежит на многих крупных стадионах страны. Бегуны будут довольны? Бегуны будут очень довольны. Скажите, сколько денег будет потрачено на стадионы? Ну, у нас на стадион будет потрачено где-то около 300 тысяч рублей. Из них 92 миллиона мы уже получили, значит... 300 тысяч? Ну, 290, я сейчас не буду плюс-минус, 292, по-моему, тысячи, 92 миллиона, 92 миллиона, я в рублях, вот, 92 миллиона нам выдал, значит, в этом году федеральный центр, вот, и... А планируется 290 миллионов? Да, и вот у нас сейчас уже в бюджете на этот год запланировано, значит, 167 миллионов, и мы в этом году успешно должны завершить... Мы говорим обо всех стадионах, о комплексе? Мы только говорим о центральном стадионе труд. Это центральная арена, которую с нетерпением ждут, значит, и спортсмены, и жители Ульянского области. Это будет арена для проведения массовых фестивалей, парадов, ну, я же не говорю о футбольных матчах, чемпионатах области, всероссийских соревнований по легкой атлетике. Владимир Николаевич, такой вопрос. Что для вас приоритетнее? Развитие олимпийских видов спорта или спорта массового? Это к вопросу о том, куда должен обозначиться крен финансирования. Ну, я скажу опять, некорректно ставить этот вопрос. Но ведь все беспокоены, спортивный ответ пульсирует этими проблемами. Вы понимаете, тренеры должны работать. Значит, если создана общественная организация в федерации, должны способствовать им работать. Значит, задача способствовать развитию видов, географии. А вот задача министерства, значит, обеспечивать финансированием. И мы делаем все, чтобы все виды равномерно и полномерно развивались. Развивались, значит, и, значит, деньги не должны быть, значит, вносить какой-то раскол в спортивные сообщества. Когда мы говорим... А почему вносят? А потому что кто-то хочет... То есть это вот, мне кажется, 90-е годы сказались на этом. Я считаю, значит, вот те средства, а средства нам для Сергея Ивановича в этом году серьезные, это 70 миллионов, значит, заложил серьезные. Я думаю, что эти средства должны, вот вы сказали, критерии. Критерии – это очень опасная штука. Их надо рассматривать, смотреть, но брать за основу. Но надо смотреть традиции, результаты выступлений команд, кто выезжает, делать анализ после каждого выезда. Потому что я вот сейчас обратил внимание, что некоторые федерации прошу командировать 10 спортсменов. Каких 10? А почему не 6? А может быть, 12 нужно командировать. То есть сейчас задача перед спортивным отделом – аргументация каждого командирования. Аргументация в целях подготовки, значит, мастера спорта, или там для успешной подготовки к чемпионату страны прошу провести сбор. Значит, прошу, значит, для того, чтобы, значит, спортсмен вышел на чемпионат Европы, прошу 2-3. То есть, понимаете, должна быть аргументация. Я чувствую, что в последнее время федерация – дай, дай, дай. Аргументируйте, дадим. Аргументация – цель каждого выезда, состав, анализ. А то ездим, 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 а результата нет. Нет результата, значит, должны другие ездить. Хорошо, мне нравится ваша жесткость. Но вы перестали улыбаться, это мне не нравится. Это не жесткость. Потому что вы мне задаете вопросы, а я сижу, как на работе. Я же на работе. Меня будет слушать вся спортивное сообщество. Это, ведь я сейчас с федерациями разговариваю, значит, ну, на их языке. Я почти 4 года был руководителем федерации тенниса. Конфликтная команда вообще в Абпарате? Нет. Сейчас, сейчас у меня, значит, я хотел рассказать про то, что я, значит, проработав около 4-х лет руководителем общественной федерации, значит, я сумел, значит, я привлекал, для того, чтобы ребята в теннисе, там есть своя специфика, ребята должны набрать очки рейтинговые. Часть мы соревнований рейтинговые убрали в Ульяновск, часть выезжали. Значит, я, наверное, правильно выстраивал отношения с городским спорткомитетом, с облспорткомитетом, но у меня еще была рекламная деятельность, у меня работал попечительский совет, и поэтому, вот вы вначале начали, поэтому мы довели ребят до побед. И здесь, значит, дай, 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 а вы что? Вот я смотрю, некоторые федерации, значит, начали, значит, прошу обеспечить. Не понял. Скажем, Владимир Николаевич, давайте создадим рабочую группу, и начнем, значит, полномерно готовиться, скажем, к первенству ПФО или, там, к первенству Российской Федерации. Вот такой должен быть подход. А когда говорят, значит, обеспечить, да в таком тоне, это неправильный подход. Мы сейчас выстраиваем диалог с спортивным сообществом, я думаю, что мы с большинством федераций этот уже контакт нашли. Ну, а про коллектив, коллектив молодой, и сейчас моя... Опытный, профессиональный? Ну, да, значит, есть, вот я назвал Максим Соболев, около 10 лет проработал, значит, в аппарате. Значит, имеет большой опыт организационной работы именно в организации комплексных мероприятий. Сейчас я его перевел на спортивное направление, он будет больше связан с видами спорта. В его задачу войдет, прежде всего, значит, аналитика, выезд каждого, значит, каждой команды, каждого спортсмена на те или иные соревнования. Это нужно мне, как руководителю, чтобы, вот о чем вы говорите, значит, не по критериям, а по фактическим результатам формировать... Я уверен, что вы простроите хорошую работу команды. Давайте немножечко сбавим обороты, хотя к спорту еще вернемся. Наступил год собаки, я знаю, что в прошлом году вы приобрели охотничью собаку. Позапрошлый год. Позапрошлый. Вам удается с ней ходить на охоту? Да, я несколько раз с ней выходил на охоту. Спаниель, русский спаниель, пегий, красивый. Но я перед ней очень сильно виноват. Не даете ей всю свою мощь показать? Я хотел, значит, но Сергею Ивановичем нет субботы и воскресенья. Нет времени сходить на охоту. Я перед своим, значит, звать его Крисом, Крисом виноват. Я, когда бывает свободная минута, я, значит, в машину, еду на поля, он там бегает. Если там есть птичка, мы ее там пытаемся добыть. А какой ваш самый победный трофей? Ну, у меня был случай, но я сразу говорю, это было в соседнем регионе. Как в том, значит, я пытался, значит, тропил зайца. Получилось так, что вышел кабан в поле. И вот я добыл где-то, ну, серьезная была, значит, добыча, около 200 килограммов. Вы один с ним справились? Ну, да, и он один, и я один. Это схватка. Ну, вот такой был случай. И после этого я как-то остыл. Вот крупные дичи. Мне больше нравится, значит, походить по лугам. Там, значит, вот родина у меня, значит, это Порецкая, это Кчувашии, бывший Алатровский уезд. Там большие заливные луга. Походить, часть к 3-4. Ну, есть там какая-то дичь или там птицы, это хорошо. А нет, просто провести время. Вот, не более того. Я не, ну, не получилось у меня стать заядлым охотником, потому что я вновь, я называю, мобилизован. И очень благодарен Сергею Ивановичу, что он меня вернул. Наверное, судьба такая. Однозначно. Скажите, спорт и физическая активность присутствуют в вашей жизни сегодняшней? Ну, наверное, у меня свой дом, земельный участок. Я урывками все-таки, значит, строгаю, пилю, копаю, таскаю. Значит, я стараюсь поддерживать, значит, и физическую форму. Ну, значит, наверное, наступают определенные, значит, этапы в жизни человека, когда Конституция, верх, какие был дедушка, там, отец, мать. Все это, это уже, как говорится, не остановишь. Скажите, Владимир Николаевич, вы смотрели фильм «Движение вверх»? Да, я смотрел фильм «Движение вверх», и вот буквально час назад ко мне подходил один товарищ, показывал, в мозаике вышел материал. Я хочу его найти, там есть моя фотография, где мы, значит, с Сергеем, Сергей Белов, там, он мне дарит это, вручает грамоту. Вот я дважды, вот, с одним из персонажей, значит, этого фильма, как говорится, ну, прототипом встречался один раз в Новоспасске, один раз в Политехническом институте. Фильм очень, очень такой захватывающий. Я смотрел, значит, по сторонам, значит, у женщин слезы накатывались, он, значит, и жизненный, и патриотичный, и показывает, что, значит, ну, у России свой характер. Вот, и свое отношение к победе. Получается, вы встречались с героями той Олимпиады, когда они приезжали в Ульяновск, так? Ну, да, вот здесь дважды, дважды, я не с Александром, который забил, а вот предпоследний, вот, предпоследний бросок сделал Сергей, а последний Александр. Ну, к сожалению, он, по-моему, в 78-м году умер, все-таки болезнь его достала, а, значит, ну, и, к сожалению, и Сергей ушел буквально несколько лет назад. Вадим Николаевич, в фильме баскетболисты бились за Родину, а что сейчас стимулирует спортсменов на победы, к победам? Ну, вопрос очень, очень, значит, сложный, сложный, конечно, меркантизм, вот это вот стяжательство, оно присутствует, но основная масса спортсменов, они преданы России, выступают под флагом России, значит, и я считаю, что вот то, что сейчас мы видим, значит, перед Олимпиадой, ну, действительно выбивают сильнейших, вот, конечно, это слушать очень, ну, неприятно. Я задам вам этот вопрос, но сейчас мне бы хотелось услышать, верите ли вы в то, что ульяновская земля подарит миру олимпийских чемпионов? Здесь, наверное, так нельзя говорить, надо, чтобы ульяновская земля регулярно в сборной команды страны поставляла кандидатов. Чего нам не хватает для этого? У нас созданы все условия для этого, у нас сейчас улучшается материально-техническая база, вот по биатлону, только стали более внимательны, у нас появились, значит, члены сборной команды страны Юрий Шопин. Мы долго к этому ушли, несколько лет после того спада, когда ушли ветераны, вот подошла новая плеяда спортсменов, вот, пожалуйста, Юрий Шопин. И так, и в легкой атлетике, и везде. И задача, задача, дать туда продукт, задача главных тренеров сборной команды страны, систему, та уже должна брать этого спортсмена и доводить. А как вы думаете, в каком виде спорта наиболее вероятен олимпийский чемпион от нашей Ульяновской области? Ну вот, Инна Тружукова, чуть-чуть. Это какой вид спорта? Это вольная борьба. Ну, у нас, конечно, сейчас болезненно происходит, значит, смена поколений. Вот, в 90-е годы я могу это сказать, потому что я чувствую, она сказалась, много тренеров ушли, а когда они пришли, они немножко опоздали. Нельзя уходить, нельзя... Это вот как спортсмен пропустил первенство по своему возрасту, своими ребятами. Через год приехал, ты уже отстал, на один шаг отстал. Догонит только, ну, какой-то уникум, а основная масса, она идет... Я говорю, вот это календарная пола, это ступенька по возрастам. Ну, чтобы подняться наверх, это нужно, ну, 6, 8, 10, в зависимости, какой вид спорта. И надо, чтобы каждый год ты со своими сверстниками участвовал в соревнованиях, очно встречался. Только это в конкуренции, в конкуренции, в борьбе, значит, куются вот бойцовские качества, ну, рождаются чемпионы. Владимир Николаевич, есть ли разница между тем, как пропагандировался спорт в 70-е годы и сейчас? К примеру, в 70-е. Ну, сейчас больше возможностей. Именно вот... Но, тем не менее, вы сказали, что пропаганда не хватает. Я этому не говорил. Говорили, мы с вами в лифте ехали на спортивный балл. Так это в лифте, а не сейчас. Ну, чего вам не хватает в освещении? Нет, я считаю, что сейчас спорт достаточно освещен. К сожалению, вот больше... Вот стараются выхватить какой-то негатив. Ну, получилось вот разногласие между, значит, в спортивной среде. Ну, уж показали прям проблемы. Это рабочий момент. Я считаю, что вот сейчас вот календарный план, если мы его правильно сделали, он объединит людей, и все встанет на свои места. То есть надо показывать позитиву больше. Вот когда больше позитива, мероприятия... Меня иногда критиковали, критикуют. Да вот, Владимир Николаевич, я говорю, ну, у нас есть пресса, значит, принял я сейчас, значит, пресс-секретаря. А есть, и он и был еще у нас, специалист по связям с общественностью. Но у нас проходит масса мероприятий. И средства массовой информации должны использовать это. Ведь, если вот так взять средние цифры, где-то 360 только областных первенств и чемпионатов. Где-то 450 выездов наших сильнейших спортсменов и сборных команд на вышестоящие организации. Зональные, первенства и чемпионаты страны. Вот о чем надо писать. О результатах, как они растут, как, значит, организуются. Ведь если мы смотрим, если мы приходим и смотрим какое-то занятие, значит, мы обязательно выхватим, что здесь не хватает. Да мы знаем, что не хватает. Мы работаем над этим. Но надо все-таки показать, несмотря на трудности, в этих условиях тренер Иван Иванов делает все возможное. А министерство или руководство детской спортивной школы или муниципального образования максимально стремятся. Ведь у нас прекрасно есть нормативные базы для того, чтобы поддерживать спортсменов, тренеров. И вот сейчас, вот я хочу постучать, благодаря целенаправленной работе губернатора, идет улучшение спортивной инфраструктуры. Около 50 объектов, вот я считаю, что вот где-то за 7-8 лет построено. Много ли мальчишек и девчонок отдано в спорт, в секции, если у вас есть эта информация? Ну, конечно, если взять детской спортивной школы, это где-то 1025-1026. Заполненность максимальная? Да. Детская спортивная школа, как говорится, заполнена выше. Плюсы, значит, если учесть... То есть надеяться на олимпийских чемпионов можно? Ну, конечно, если сейчас брать стат-отчеты, там 34%, там где-то 420 тысяч занимается регулярно, пусть, Манинка, прибавлена цифра, но то, что в лучшие годы в советское время занималось 30%. Вот эта цифра нормальная, каждый третий. Второй, третий должен заниматься художественной самодеятельностью, другой должен заниматься какими-то техническими делами. То есть народ, 100% в спорт не надо. Конечно. Надо, чтобы 30, но чтобы... Ударно. Чтобы лучше... А вы в юношестве или в детстве каким видом спорта занимались? Ну, у меня... Я вырос, наверное, в симбирской глубинке, как раз на границе с Нижегородской областью, значит, занимался лыжами, легкой атлетикой. Но получилось так, что в 71-м году, значит, я вот в Чебосарах не поступил, там был третий год, как открыт факультет физовоспитания. У меня были хорошие примеры, два учителя физкультуры, я был физоргом класса, был представителем коллектива физкультуры школы, ну, то есть активно. Вот из 1200, значит, школьников, ну, учащихся, школа была большая, значит, пять классов было у нас только выпускных, значит, где-то 700 человек занималось в спортивных секциях. Ну, представьте себе, это очень огромное количество. И вот я, наверное, по примеру, в то время только высшее образование, ну, профессия учителя, педагога, значит, врача была очень престижна. Я поступал в Чебосарский пединститут, не прошел по конкурсу, думаю, поеду в Альметьевск в техникум. Пришел на железнодорожный вокзал, и красивый стоит Икарус. Поезд в Альметьевск вечером, а это где-то часа четыре дня, солнце, красный Икарус. Куда? В Ульяновск. Есть физкультурное училище здесь. У меня было в кармане, значит, 30 рублей, я сел в автобус, приехал в Ульяновск, значит, зашел в физкультурное училище Анатолий Васильевич Житков. Он говорит, Володя, я тебя принимаю. Но сначала сходи в педагогический институт, сегодня там первый набор, конкурс, ну, недостаточно, нет даже двух человек на место. Я подал заявление, и через три дня я стал студентом Ульяновского педагогического, значит, университета, факультета физ. воспитания. И через четыре года я его успешно окончил, значит, ну, придя, значит, на первый курс, когда стали формировать, в то время была прекрасная дисциплина повышения спортивного мастерства. То есть, кроме того, что ты три-четыре пары изучаешь общие такие, значит, научные, там, значит, специальные дисциплины, обязательно какой-то избранный вид спорта, где ты должен там добиться там до первого разряда. Я думаю, что я буду в лыжах, у меня уже есть разряды в лыжах, в легкой атлетике есть, дай-ка я пойду в гимнастику, мне нравилась гимнастика. Тогда же бум был, появились телевизоры, Олимпиада транслируется, черно-белые только появились ящики, мы смотрели, я пошел в гимнастику. Я тут закончил и был оставлен на кафедре теории методики физического воспитания на факультете, я преподавал гимнастику, вел семинарские занятия по теории методики физического воспитания. Вот так началась моя трудовая... Красивая история. Спортивная карьера. Да, преподавательская, а потом, ну, наверное, имел склонность к методической работе, вот это, а потом, значит, получилось так, что я в 80-м году ушел в ДСО, труд, и вот от инструктора дошел до, видите, до министра. До министра. А ваша супруга тоже из спортивной отрасли? Ну, у меня супруга в школьный год активно занималась гимнастикой, ну, какая в селе может быть гимнастикой? Она, это гимнастика, акробатика, ездили по школам района, значит, учились в физкультуре, у нас тогда закончила, значит, по-моему, альметьевский техникум, он был, значит, после техникума, эти акробатические этюды, значит, акробатическая пара у них была. То есть она тоже была, вела активный образ жизни, потом она поступила... А где вы познакомились с супругой? Ну, где? В школе. В каком классе? Мы познакомились в восьмом классе, вот, это была долгая история, она три года, значит, не могла поступить на медицинский факультет, поступала через РАПФАК, год работала няней, чтобы попасть на РАПФАК, это надо было пройти, вот, она год работала, ну, около года работала няней, потом была зачислена на РАПФАК, после РАПФАКа на институт, и спустя... Я уже, спустя, я уже четыре года отработал преподавателем, она заканчивает в 79-м году медицинский институт, факультет в Чебосарском, это в Госуниверситете, значит, мы поженились. За это время я сходил в армию, отслужил год, и, значит, вот в 79-м году мы поженились. Я, значит, специалиста из Чувашии увез в Ульяновск. И вот она уже до сих пор работает, сколько она, почти 40 лет, в одном кабинете, на одном столе работает, я по-старому называю их, поликлинике моторного завода. Какая прелесть. Скажите, а почему сейчас молодежь уезжает из Ульяновска? Ну, я бы так не сказал, это вы так говорите. Это статистика так говорит. Да, ну, и раньше уезжали, я вот поехал в Чебоксары, очутился в Ульяновске. На Красивом и Карусе. Да, на Красивом и Карусе. То есть вы не считаете, что регион теряет кадры? Я считаю, что сейчас, нет, я не считаю так. Я считаю, что сейчас в области создаются великолепные условия для приложения сил молодежи. Очень хорошие. И очень здорово, что сейчас начинают возрождаться, значит, компании, там, производство, значит, новые предприятия. Вот, это очень здорово. Я с вами согласна, Владимир Николаевич. Вернемся к теме, прям буквально последний вопрос. Олимпийских игр. Каждый день мы узнаем о недопуске все новых и новых участников к участию в, повтор, к участию в Олимпиаде в Корее. И спортсмены, и спортивные функционеры расходятся во мнении, как должно государство реагировать на эту проблему. Вы со своим отношением к вопросу определились? Ну, вопрос действительно сложный. Я считаю, что это определенные круги западные, они используют Олимпиаду для, как рычаг давления на нашу самостоятельность, позицию государства. Я считаю, что президент Владимир Владимирович Путин, он правильно занял позицию, мы его все поддерживаем в этом вопросе. Но вот эти грязные методы, санкции, вот сейчас, значит, ничем не обоснованные, значит, лишение лицензий на Олимпийские игры, это просто, как говорится, ну, рычаг политического воздействия на Россию. Значит, ну, может быть, своего рода провоцирует на определенные действия. Ну, я думаю, что спорт был, есть и будет. Владимир Николаевич, в телестудии Ульяновской правды мы планируем эфир, где спортивное сообщество обсудит эту проблему. Вы придете к нам? Ну, я не знаю, значит, если это не совпадет с какими-то командировками, значит, ну, какими-то выездами, наверное, значит, если пригласите. Пригласим и будем ждать встречи. А сейчас спасибо вам огромное за ваши честные, очень горячие временами ответы. Это была программа «100 вопросов» с министром физической культуры и спорта Владимиром Лазаревым. Смотрите нас на unpravda.ru Продолжение следует...